Вместе с хорошей погодой в Должанскую возвращаются и надежды на сухое будущее. Первый восстановительный этап в Станице уже завершен, но сделать предстоит еще немало. Помочь вернуться к прежнему образу жизни станичникам сегодня помогают более 2000 человек со всего края. Для того, чтобы работа продвигалась быстрее, от каждого муниципалитета в Должанской развернут оперативный штаб. У каждого своя территория. Так, например, под опекой Краснодара 120 домов. О том, что уже здесь сделали и что в самых ближайших планах Александру Ткачеву рассказывает руководитель штаба, мэр кубанской столицы Владимир Явланов. 71 домовладение электроснабжения восстановлено, 49 находятся у нас в работе, сейчас электрики работают на месте. По газу 80, газ подведен, 45 отапливаются уже. 35 ведется наладка сегодня по заявке. Мы формируем заявки от населения, передаем, встречаем газовиков, развозим их по домам, контролируем эти работы. И 40 домов сегодня ведется подключение газовой сети. Не только в Краснодарском, но и в других штабах развернуты полевые кухни, горячие обеды и ужины для всех жителей Должанской и тем, кто помогает восстанавливать станицу после удара стихии. Добровольцы и волонтеры со всего края помогают расчищать дома и дворы от ила и мусора, распиливают поврежденные ветки и деревья. Вот это все выбрали, вот те навесы, это все вынесли с комнаты. Они буквально за один день, они здесь с ног валились, с ног валились. Ну, ребята, ну это молодцы. Очищали, вот здесь вот все. Илу, илу было. В последний раз большая вода в станицу заходила почти лет 40 назад, вспоминают старожилы. Несколько домов сегодня еще до сих пор стоят затопленными. В других жители продолжают мыть комнаты от грязи, а во дворах сушить мебель и бытовую технику. Но большая часть имущества утеряна или не подлежит восстановлению, рассказывает губернатор у станичники. Глава региона заверил, каждому пострадавшему выплатят по 10 тысяч рублей. Кроме того, еще 50 тысяч из федерального бюджета получат те, кто частично лишился имущества. И по 100 тысяч тем, кто остался без него полностью. Еще 50 из краевого бюджета на восстановление жилья. Для этого в штабе необходимо написать заявление. Здесь же можно получить квалифицированную юридическую помощь. Мы будем помогать в первую очередь. Дедушки, бабушки, многодетные и так далее. Вы на 6 человек, если все прописано, получите на капитальный ремонт, так как у вас он аварийный, 960 тысяч рублей. И сами уже примите решение. Или менять, или красить. Вот, мне и хотелось от вас это услышать. Весь край вам помогает. Мы видим, мы видим по палаткам, по штабам, мы читаем, и мы говорим, боже мой, какая помощь. Мы вот смотрим, когда мы тогда плавали, у нас такой помощь. Ну, мы у нас в рамке остались, и нам с вертолета хлеб бросали, и вода. И все. И папирос. Это был 78-й или 9-й. За несколько дней из места, где произошло ЧП, Должанское превратилось в место, где каждый помогает каждому. Общими усилиями уже удалось вывезти большую часть мусора и разгрести от завала в дворы. Места, которые еще вчера были под водой, сейчас уже проглядываются островками земли. Почти в каждый дом вернулись электричество и газ. Подтопленными в Ейском районе оказались больше 1200 домов. Большая часть из них в Должанской, почти 800. Сейчас аварийными, то есть там, где жить нельзя, уже признаны 160 домов. Прописанные в них станичники получат сертификаты на новое жилье. Самое главное, чтобы не получилось путаницы в юридических вопросах, подчеркнул Александр Ткачев. Со всего края в станицу приехали юристы, которые помогут составить все необходимые документы. Просто 30 людей выпадает из правового поля, непрописанные, не вступили в наследство. И, конечно, без нашей помощи они, конечно, годами не получат ни денег, ни компенсации. Отсюда, естественно, вся нервотребка и так далее. Поэтому просьба в этом смысле своих юристов, все те, кто на этом работе задействованы, работают оперативно. И это касается и краевых служб. Прежде всего, и федеральные, и, конечно, департаменты, министерства края, которые должны организовать эту работу. Квалифицированные качества. На время, пока люди не получили новые квартиры и дома, всех размещают в гостиницах и санаториях. Сегодня с утра пострадавшие начали получать и первые выплаты. Такие же компенсации ждут и жители других пострадавших районов. В Приморско-Ахтарском и Темрюкском большая вода также зашла в дома. Тут работает водооткачивающая техника, а жители и волонтеры расчищают завалы от мусора. Уже в пятницу вечером все население района было обеспечено электричеством. Та ситуация была ликвидирована с опережением в течение практически за два с половиной суток. Есть проблемы по двум объектам крупных, как дома культуры Вышестеблеевской и Новотаманском поселке. Там было сорвано практически 4000 метров квадратной кровли. На сегодняшний день это все восстановлено, закрыто пленкой. Я знаю, что у вас там, кажется, тоже не сладко, но не в такой степени. Но, видите, мы все здесь. Сами справитесь? Безусловно, да. Генеральная уборка на пострадавших территориях уже переходит свой экватор. Так быстро разбираться с последствиями удара стихии не получилось, если бы не помощь, которая пришла со всего края, отмечает Качок. Хочу под же случаем передать через глава администрации всем тем, кто приехал с каждого района, благодарность лично каждому за то, что люди трудятся в поселках, в домах, невзирая на трудности, на грязь, на достаточно сложные условия. Поэтому, конечно, мы должны их поощрить и прошу, в том числе по окончании всех работ выйти с предложением на край и, естественно, и сами тоже можете это сделать. Одна из главных задач сейчас – просушить потопленные дома. Делать надо это как можно быстрее до наступления холодов, подчеркивает губернатор. Ни один муниципальный оперативный штаб не уедет, пока люди сами не скажут, что помощь им не нужна. И это, как говорят добровольцы, их собственное желание. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Москаленко, Валерий Пятов, 9 канал, Ейский район.